Это Альфа-Пэй. Свобода платить так, как удобно тебе. Платите как удобно с Альфа-Пэй любым смартфоном и получаете супер кэшбэк каждый месяц. Не просто выгодно, а Альфа выгодно. Всех рад приветствовать на канале Уси Ядного Сереги. Сегодня будет обзор сухпайков. Их много разных бывает. Но я вам уже показывал наши самые обычные армейские сухпайки. И самые дешевые, кстати, мне в комментариях писали, где ты их купил. Они вообще не для продажи, но все-таки они продаются. Я вам неоднократно их показывал. Разные там рационы бывают. Давно, кстати, не было обзоров сухпайков, но я снимал и белорусские, и украинские сухпайки. Что мне отдельно понравилось, помню, в украинском сухпайке, несмотря на то, что там много сухарей было. Основные блюда сочные, прям с бульоном в этих пластиковых пакетах. Неудобно разогревать, но они были прям с бульоном. Это есть прям как супец, как второе блюдо. Очень приятно. Мы с вами разбирали и смотрели рационы армии США, несмотря на то, что многие считают их как эталон сухпайков. Мне напитки там абсолютно не понравились, хоть там есть и специальная такая бутылочка для взбивания какао-напитка. Но вот эта адская зеленящая штука, помните? Сейчас вам покажу на экране тоже. Что это было, непонятно. То есть в разных сухпайках есть свои плюсы и минусы, но вот в армии США, конечно же, рационов много разных. Они отличаются друг от друга кардинально. Есть и острые, есть и разные. Сегодня вот продолжаем линейку обзора сухпайков. Будут те, которые продаются в обычных магазинах. Кстати, почему они такие дорогие? Я вам сейчас по стоимости скажу. Но вот по сравнению с нашими обычными, которые я покупал армейскими, по 500 рублей, эти стоят на порядок дороже. Какой сегодня съедим? Вот это, мне кажется, самый практичный вариант. Потому что он непромокаемый пакет, очень плотный такой, хороший, запаянный. Тут картонки, если где-то они будут по машине мотыляться, где-то лежать, они быстро промокнут, размякнут. Полиэтиленчик тут совсем тоненький. Вот это синенький, симпатичный. Смотрите. Кстати, привлекает внимание, необычная вот эта синяя упаковка. Кажется, что он для каких-то спецслужб. Индивидуальный рацион питания для тревожных чемоданчиков. МЧС, ФСО, МВД, МО, ИРП, ТСР. Много букв разных в составе. Мы уже можем прочитать сразу. Галеты 300 грамм. Консервы, мясо растительное 750 грамм. Чай черный. И все. Серьезно? Это все, что там есть? А, 750 грамм. Наверное, там несколько консерв. Ну, и тут чай и сахар. Это все? Серьезно? Он стоил около 1000 рублей. Напишите в комментариях, сколько он у вас стоит. Но мне показалось, это мега дорого. Что еще важно? Здесь написано масса всего 1 килограмм. То есть, разве это на одни сутки хватит? Там написано на одни сутки. Я очень сильно сомневаюсь. Однако, не знаю. Может, это просто маркетинговый ход. Маркетинг. Здесь написали много разных значков. А по факту это все не идет в эти спецслужбы. Но смотрим, что есть внутри. Просто вот наклеечка. Партоночка обычная. О, три чая. Майский чай. Плотно все упаковано. Смотрите. Обычные армейские галеты. В точно таких же вариантах, какие были в сухпайках. А, у галетов здесь, ребята. Вот это, я понимаю. Сахар. Раз, два, три сахара. То есть, три чая, три сахара. Разнообразие. Ну, в самом деле, никакого, да? В обычном сухпайке и чай, и кофеек. И еще, может быть... Вот, давай я тебе принесу, покажу. А здесь. Вот, обычно, сухпайок, там, чай. Кстати, не помню, это из белорусского или из нашего. Вот такой вот. Вот такие напитки там есть. То есть, кофеек, разнообразие какое-то есть. Вот кофеек. Вот здесь же просто три чая, три сахара. Галетов, смотрите, половина. Раз. Еще галеты, еще галеты. Просто три консервы. И все. Ни ложки, ни разогревателя. Это очень странно. Я надеюсь, это в реальности вам не раздают. Напишите тоже в комментариях. ФСО, МВД и прочее. У вас реально такие вот чемоданчики? На тот случай, если что-то произойдет, как вы это будете все холодным есть? Просто галеты. Ни повидло, ни шоколадки, ничего нет. Ладно, это в рознице продается за тысячу рублей. Но за 500 в обычном сухпайке. И вот я вам сейчас даже покажу, как это выглядит примерно у американцев. Господи, у меня целая вот такая стопка даже. Горючего этого. Оно копейки стоит. Вот со всех сухпайков у меня сохранилось. Вот с американского. Вот такая штуковина. Туда просто закидываешь пакет с напитком. Он разогревается. Тут даже не пакетика. Как мне, в чем чай мне разводить? Нет. Насыпаешь, так вот сболтал, потом в разогреватель положил. Ну, это же все копейки стоит. Вот полиэтиленчиком кусок положить. Ни спичек, ни разогревателя. Просто в шоке. Как тут не повозмущаться? Ни спички, ни ложки. Ладно, все свое. Хорошо у меня такой свой есть уже. Вот повидло, чай, кофе. Вот концентрат, напитка, сливки, разогреватель. Тревожный чемоданчик. Как-то удобно, да? Когда все в одном месте. Я вот по названию, по названию, да, непонятно. Вроде для тревожных чемоданчиков все должно быть как в одном месте. Ты же не будешь искать разогреватель, спички и все остальное прочее. Ну, ладно, бог с ним с салфетками. Бог с ним с ложкой. Ну, просто холодное есть. Это неудобно. Много места это тоже в коробке не занимает. Почему бы не положить? Тоже вот, смотрите, нюансы, моменты. Разогреватель от одного сухопайка, таблетка другого. Таблетка большая, она выше, чем ножки у разогревателя. То есть вот в этих даже моментах, я ставлю, она стоит на таблетке и болтается. Видите? Неудобно. Ну, можно ножками перевернуть, но тогда это как бы тоже неправильно. Вот эти ножки, они должны быть, ножки у разогревателя, в землю втыкаются. А плоские, ой, господи. А плоские на них стоит. Поэтому я не ошибся. Так оно примерно и должно быть. Но сейчас вот примерно так мы сделаем, чтобы у меня хотя бы она стояла. Вот, видите, таблетка такая. Покажу, что у меня есть. О, слышите, как разогревается? Послушайте. Разогревается она, кстати, достаточно быстро. Можно на одной таблетке хоть все три разогреть. Показываю, что нам предлагается съесть на обед, на завтрак и на ужин. Каша по-новгородски. Это рисовая с говядиной. Каша по-новгородски перловая с говядиной. И гречневая с говядиной. То есть вот тоже здесь достаточно сытно, но разнообразие тоже хромает. То есть здесь ни курочки тебе, ни с овощами чего-то там. Здесь просто каша с говядиной. Ой, разогревается и у меня начало уже вытекать. Сейчас. Ай! Осторожно. Давайте все это сейчас разогреем. Будем пробовать. Это готово. Ой. Блин, насколько горячо, что у меня аж галетные вот эти поплавились. Разогревается она очень хорошо. Ставлю. Сейчас остальные тоже подогрею. Итак, на завтрак съедим рисовая с говядиной. Вот они, галеты. Галетов по две штуки на завтрак и на обед. Вот чай, я смотрю на это все. Все одинаковое. Итак, более подробно читаю состав. Каша рисовая, говядина, крупа рисовая, вода, жир, лучок, соль, перец, черный. Вот по составу все идеально. Никаких тебе усилителей вкуса, ничего дополнительного, не ешь. Просто говядина, крупа, вода, жир, все. Вот почему такие консервы не делают в обычные консервы для продажи, я не понимаю. Нормально же массовая доля по закладке мяса и жира. Не менее 31%. То есть 30% мяса и жира должно быть вкусно. Обычно я их приоткрываю, но я надеюсь, она сейчас не взорвется. Вот это вот. Я закрытый поставил. Так. О! Выглядит, кстати, жирно и пахнет приятно. То есть не сухим рисом. Это очень важно. Мне нравится, как это выглядит. Смотрите, там поджарочка есть. Там скрай хорошо поджарилась у меня. Но вот опять же, я не могу об этом просто не говорить. Опять же, вот с каждым разом сталкиваюсь. Ни вилки, ни ложки тебе в комплекте нету. Чем я должен есть? В случае тревожной ситуации. Случилось. Ну, раздали вы мне еду. А чем я должен есть? Ложечка элементарная. Вот такая вот самая дешевая, дешманская. Там копейки тоже стоит. Много мест тоже не занимает. Почему бы ее тоже не положить? То есть, ни разогревателя, ни ложки. Может быть, есть какое-то логическое всему это объяснение. Напишите мне в комментариях. Но в других же сухпайках это все есть. Но в этом ничего такого нет. Непонятно. Так, внимание на саму кашу. Она у меня чуть подгорела. Ничего страшного. Поджарилась. Вопрос. Акцентрирую ваше внимание в другом. Есть ли здесь 30% мяса. А там сказано и жира. 30% мяса и жира. То есть, может быть, здесь просто жир. Ну, согласен, согласен. Она прям жирная. То есть, обычно вот кашку открываешь рисовую. Там отдельно вот эти рисинки лежат. Здесь же, смотрите. Там похоже на жирненькую такую прям кашу. Не похоже просто на рис. Рисовая каша вкусная. Прям сытная. Чувствуется жирная. Мяса не чувствуется. Кусочков точно нет. Но это вкусно. Нормально. Можно ли это есть? Можно. Сто процентов это вкусно и сытно. Отлично. Показываю, что такое галеты. Самые обычные. То есть, такие же вкладывают во все сухпайки наши отечественные. АО Визит. Это Пензенская область. Город Кузнецк. Галеты стандартные. Из пшеничной муки. Их огромное количество здесь. То есть, по две упаковки. На завтрак, на обед. На каждый прием пищи. То есть, поэтому подразумевается, что мы будем все это есть с галетами. Давайте. Открываем. Они абсолютно не то, что безвкусные. Они даже немножко сладенькие. Прям чуть-чуть немножко солененькие. Галеты приятные. Вот на мое ощущение, вообще идеальные галеты. То есть, вместо хлеба очень удобно. Нормально. Каша, галеты. Поэтому прям вообще замечаний нет. Очень вкусно. Давайте переходить к чаю, к напитку. Вот здесь самый главный уже вопрос. Чем это все заедать? Потому что здесь на галеты ничего не намажешь. Никаких дополнительных тоже штучек нет. Можно было вместо них положить что-нибудь другое. Вот, к примеру, в этом вот другом 200 грамм галетов. Вот в этом тоже 200 грамм. А здесь 300 грамм галетов. Ну, куда столько? 300 грамм галетов. Просто сделали, напихали. Ну, просто поленились. Поленились. Галеты дешевые. Эх, эх, эх. Так, вон, потом все выводы скажу про этот сухопаёк. Давайте пробовать чай. Чай называется майский цейлон. Цейлонский черный, цейлонский черный. Хорошо там, где мы вместе. Обычный пакетик черного чая. Кстати, по срокам годности, вот, всех тех сухопаёков, которые в магазинах продаются, здесь все отлично. Так, добавляем сахарок. Ну, собственно, все, что у нас есть. Сахарок сюда. Сахар, стандартный пакетик, 20 грамм. Обычный белый сахар. Чаё, кстати, неплохой. Пакетик сдвоенный. Галеты. Скудно. Но когда есть хочешь, съешь галеты. Ну, хоть галетов здесь много. Хватает и на приём пищи с основным блюдом, и с чаем попить. Галетов реально много. Вот я пачку никак не доим. Галеты, галеты. Я бы назвал этот сухопаёк. Сухопаёк из галетов. Я бы вот так назвал. Это Альфа Пэй. Свобода платить так, как удобно тебе. Платите, как удобно, с Альфа Пэй любым смартфоном. И получаете супер кэшбэк каждый месяц. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Итак, пробуем следующее. Что нам предлагают на обед съесть? Такой сухопаёк можно, в принципе, собрать самостоятельно, зайдя в любой магазин. Даже в светофор, если вы зайдёте, там вот в такой упаковке продаются консервы, примерно с таким же составом. То есть, ничего конкретно особенного в этой коробочке здесь нет. Ни разогревателя, который, например, сложно, да, купить в одном магазине. Ни каких-то там спичек, которые не промокайки. Чего-то ещё там горючего, да, сложно найти в фикс-прайсе, допустим. Но такие консервы везде продаются. Галеты. Собрать несложно. Такой сухопай. То есть, он будет раза в три, в четыре дешевле. Итак, на обед открываем каша перловая с говядиной. В составе говядина-перловка. Тоже жир, лучок, соль, перец. Ничего, никаких ешек, конечно же, нет. Закладка по мясу, да, и жиру не менее 31%. Открываем, в общем, смотрим, что здесь внутри. Тоже похоже на кашу. Не просто отдельно перловка. И мяса, не знаю, есть здесь нет, но жир точно здесь есть. Обещаю, ребят, обязательно следующие все сухопайки будем уже на природе снимать. Но сегодня реально там ветреное и холодно, поэтому я что-то побоялся выезжать. Но, конечно же, это отдельное удовольствие, когда ты выезжаешь с сухопайком на природу. И там вот в более приближенных условиях всё это пробовать. Перловку мало кто покупает. В последнее время стала не очень популярная крупа. Но она сытная, полезная, дешёвая. Поэтому здесь она тоже есть. Сухопайка, перловка, это прям всегда практически. Свалена хорошо, мягкая, хорошая, прям пропиталась. Жирком мясо кусочков, ну, конечно же, тут, ну, почему, конечно же. Ну, в общем, нет мяса кусочков. Но это жирненькая, это похоже на кашу прям. Мягенькая перловочка, хорошо разварилась. Вкусно. Солёненькая перца, перца мало, специй мало. Ну, такая классическая такая каша. А было с галетами же, надо всё это есть. Галетов здесь много. Вот поэтому надо прям два минуса сказать в итоге про этот сухопайок. Одни галеты. Можно было положить, да чего угодно можно. Ну, это рекордное количество галетов на один сухопай. 300 грамм. Кашу мы поели, нам предлагается опять попить же чай. То есть второй чай на обед, опять же чай. Опять сахар, опять галеты. Давайте. Ты должен страдать. Если у тебя ЧС случилось, не дай бог там, что-то случилось, ты должен пить чай. Никаких тебе компотов, не дай бог тебе какао с пенкой и так далее. Должен пить чай. Кстати, здесь ни витаминок нет, ни жвачки нет. Ничего, что в обычных сухопайках, то есть совсем ничего. Самый такой вот минимальный набор. Да, ни шоколадочки, ничего. Я помню, такая вкусная шоколадка была в украинском или в белорусском. В белорусском, да. Прям шикарная шоколадочка, вообще маленькая. С чаем шоколадка была приятнее, чем галеты. Итак, пробуем, что нам предлагается на третий прием пищи. Опять каша, уже с гречкой. Я люблю гречку, прям неплохо к ней отношусь, поэтому меня она ничуть не расстраивает. Говядина, гречка, жир, лук, соль, но вы знаете, перец. Опять же, в закладке 31% обещают нам мясо и жира. 250 грамм каждая упаковка вот такой баночки. В этой коробочке в комплексе, кстати, да чего только тут нет. Ничего нет. Даже салфетков нет, которые вообще ничего не весят и места не занимают. Я уж не говорю про эти самые ложки, которые можно... Она, в принципе, не обязательно. Ложку можно из чего угодно вырезать, да просто сделать даже из той же самой упаковки из-под консервы. Она достаточно удобная, кстати, получается. Главное, чтобы руки не пачкать. Но многого в этом комплекте нет. У меня какая основная задача? Рассказать, какой сухопаек лучше. Вам показать для сравнения, что есть, что нет. И насколько это применимо, насколько это важно. Вот в силу того, насколько я это все понимаю. Ложка вообще не обязательно элемент. Салфетки можно, кстати, вот эту упаковку. Она картонная, ее раздербанить. Их можно и костерок разжечь. То есть здесь тоже плюс можно использовать ее. Потому что обычно пакеты вот эти для переноски жидкости, например, пригождаются. Отлично так ручки прорезаешь. Удобно что-нибудь сложил, там понес, чтобы не промокло. То есть завернул. Но здесь тоже на костерок сгодится. То есть или как салфетки там вытереть. Можно как салфетки, потом на костерок. То есть все это пригодится. Бумажки тоже. Это хорошо. Но разогревателя нету. Ни химического, то есть какого-то там, не просто вот этих таблеток. Как что случится, у тебя не будет времени искать, как развести огонь. Как его съесть от сухопаек. А есть его холодный. То есть вот сейчас на морозе он будет просто ледяной. Это будет просто вот такой кирпич. Я ем-то его сейчас за столом. Я его разогрел. Это приятно. А просто так откусывать ледышку, это сложно. Так, по гречке скажу. Гречка суховатая. Вот в гречке не хватает. Хотел бы сюда жирок положить. А его нету. Про что я говорю. Сейчас, если у меня закончился, не осталось, да? Вот в таких вот штучках, маленьких, шпик идет. В обычных сухопаеках дешевых армейских. Такой вот шпик. Его можно сюда закинуть, перемешать, разогреть. И будет вкусненько. Здесь ничего такого нету. Сухая гречка. Но мясо, кажется, тут есть. Что-то мясное присутствует. Очень сухо. Хочется запить. Давайте сразу чаечко разведем. Вот это те каши были помягче. Это была сухая. Живешь ее. Кстати, по вкусу мясо мне так и не встретилось. Здесь какие-то маленькие такие элементы встречаются. Но больше похоже на жир. То есть она жирная. Но кусочков мяса здесь нет. Неплохо. В принципе, твердая тройка. Но это слуха. Еще это нужно все с галетами есть. Сейчас попробуем. Галеты в таком варианте совсем не выручают. Галеты обычно многофункциональная такая штука. Можно там, я говорил, намазать что-нибудь. Можно зачерпнуть. Тоже как ложку использовать. Это хочется запивать чем-нибудь. Чаем горячим. Но вот опять же мы возвращаемся к отсутствию разогревателя. Как заварить чай, если у тебя нет разогревателя. Допустим, ты консервную банку нашел. Или вот в такой же, ну, съел консерву. Потом сюда водички добавил, растопил. И вот здесь можно заварить чай. И потом попить из нее. У тебя нет разогревателя. Ты этого не сможешь сделать. Ну, никак. Поэтому можно что-то сам кисель, который я вам показывал, развести в холодной воде. Или там растворимый кофе в теплой воде. Но здесь нет возможности ничего этого сделать. Давайте переходить к итогам. У меня уже хочется все высказаться по этому сухпайку. Чтоб вы знали, что покупать. Если вы вдруг решили кому-то купить сухпайок. Себе купить сухпайок. Вот я вам показываю, чтобы вы примерно представляли, как это из чего состоит. Это не самый лучший вариант, оказывается. Хоть это и сытно. Но для этого много, чтобы у вас есть много чего требуется. Дополнительно. Внимание ваше здесь написано суточное. Вот что может ввести в заблуждение. Здесь написано для тревожных чемоданчиков. Для тревожных чемоданчиков. Ну, у вас уже в комплекте там все остальное есть. И разогреватель там, и все остальное прочее. Но вряд ли у каждого в руках будет тревожный чемоданчик. И если вот вам раздали такую штуку, ну, только в очень комфортных условиях ее можно съесть. Потому что нет ни ложки, ни салфеток. Ни инфицирующих салфеток, ни таблеток, ни жвачки, ничего нет. Даже в самых дешевых сухпайках это есть. Давайте о всех минусах по порядку. Во-первых, у него картонная упаковка. Она, скорее всего, промокнет, если будет лежать на земле. А он лежать может у вас 2-3 суток. Там все галеты превратятся у вас за это время в какую-нибудь кашу. Вы наступите на него еще. Раздавится это все. По комплектации я вам все уже рассказал. Здесь ничего, кроме галетов и трех консерв, нет. Ни ложки нет, но бог с ним с ложкой. Он просто пустой. То есть он абсолютно не универсальный в своем предназначении. Нет разогревателя. То есть он действительно должен к чему-либо дополняться. То есть это уже не универсальность. Это минус. Может быть, конечно, в МЧС, ФСО, в МВД вам всем тревожные чемоданчики раздают. Но вот это же продается в обычном магазине. И ты пришел его купить, как обычный сухпай. А с собой у тебя нет тревожного чемоданчика. Ну, в общем, не универсальный продукт. В отличие от других. Сухпайков. Но стоит, наверное, сделать. Стоит сделать небольшое, наверное, отступление. Показать, как выглядят другие сухпайки. Вот даже на моем канале, который я снимал. Вот здесь разнообразие есть. И зря я тогда, я понимаю, что зря наговаривал, что чего-то там не хватает. Там даже и соль, перец есть. Отдельно можно добавлять. Да что только там нет. Дешевле, но в два раза дешевле сухпайок. И там все есть. И даже то повидло, которое, вроде бы, не все его любят и едят. Сейчас бы вот это повидло намазать вот на эти вот галетики. Галетики, которых здесь аж 300 грамм. Это удешевляет этот комплект. А стоит он дорого. По основным блюдам. Это съедобно, это сытно. Тут три разных каши. Но это все-таки суховато. Я вспоминаю, были такие комплекты, в которых прям с бульончиком. Ну, с овощами, много овощей. Здесь каша, каша, каша. Говядина, говядина, говядина. То есть, ешьте. Это должно быть просто поглощаться. Чайчиков тебе не шоколадочки. Тут тебе три чая. Три сахара. Три подсигара отечественного. Вот это все звучит иронично. Но вот такой вот вывод, ребят. Это дорого и скудно. Это был комплект. Называется для тревожных чемоданчиков. Индивидуальный рацион питания на одни сутки. Вот такая вот упаковка. Запоминайте, не покупайте. Пишите в комментариях предложение, на какие сухопайки снять обзор в следующий раз. Где их купить, кстати, тоже. Потому что сейчас я уже давно их не приобретал. Если кто вообще просто отправит на обзор, так вообще будет замечательно. Из других стран я имею в виду особенно. Спасибо за внимание. На этой кухне, как всегда, был всеядный Селега. Прощаюсь с вами. Встречаемся здесь же. Жду вас через пару дней. Увидимся. Пока.